Друзья мои, отчаяние и уныние и всякого рода депрессивные приступы эффективнее всего лечатся благодарностью, именно благодарностью и благодеяниями для других людей. Как говорил один замечательный христианский мыслитель, скромность — это не когда ты думаешь о себе хуже, а когда ты думаешь о себе меньше, когда ты замечаешь другого человека и его труд, его красоту. И благодаря, постоянно говоря «спасибо», мы тем самым в себя впускаем столько жизни, что не остается даже ни сантиметра, ни грамма, на котором может поселиться отчаяние, уныние или депрессия. Но еще очень важный момент, который сопровождает благодарность и благодарное зрение, воспитанное благодарное зрение, — это то, что благодарный человек видит дальше и больше. А это для нас очень важно, потому что, чтобы сориентироваться в нашей жизни, принять правильное решение, нужно видеть мир, какой он есть на самом деле, без иллюзий, реальный. И в этом смысле мы, конечно же, живем в пространстве идолов, разного рода стереотипов, шаблонов и чаще всего пугающих стереотипов и шаблонов. Очень много страшилок, много людей, которые просто боятся, боятся жить, боятся оглянуться. И все эти испуги, страхи лечатся благодарным взглядом, благодарным зрением. Благодарный человек видит чище, дальше, больше. Он видит, в конце концов, реальность такова, какая она есть. Он видит мир в свете истинном. И по мере прироста благодарности, по мере роста благодарного сердца, наше зрение начинает очищаться. Поэтому так важно и себя, и своих близких воспитывать в этом благодарном зрении. Я все время вспоминаю своего ученика, который получил первую зарплату, работая летом у дяди в гараже, и без подсказки, просто доверившись своей интуиции, интуиции своего сердца. Он с этой зарплаты, первая покупка, которую он себе позволил, это были цветы для мамы. Вот никто ему об этом не говорил, никто не подсказывал, что вот ты же должен родителей поблагодарить, ты должен как-то поступить правильно. Благодарное сердце подсказало ему, что с первой зарплаты он должен сделать маме подарок. Это очень правильная интуиция, потому что вообще я считаю, одна из мужских работ – это баловать своих женщин. Это как раз элемент служения мужчины. Важнейший элемент мужского поведения, если хотите. Нужно баловать своих женщин, жену, дочку, маму баловать. И когда появились у этого мальчика самые первые средства, первое, что он сделал, он побаловал свою маму. Купил совершенно лишний и ненужный предмет, казалось бы. Но это идет от сердца, это естественно. Это настолько естественно быть благодарным, что как-то все сразу выпрямляется внутри, когда ты себе разрешаешь этот благодарный жест. Поэтому только Бога остается благодарить за то, что Он нам дает такие подсказки и указывает правильный путь, куда идти, как поступить. Потому что когда ты просто в тупике, не знаешь, куда тебе деваться, почему у тебя нет сил жить, почему у тебя нет воли к жизни, как тебе поступить. Оказывается, ответ очень прост. И не нужно идти специально к каким-то особым, изысканным, дорогостоящим психологам, брать какой-то трудноподъемный курс многолетней терапии. И просто говори спасибо, просто оставайся тем человеком, которым тебя задумал Господь, благодарным человеком прежде всего. А если ты мужчина, у тебя еще и дополнительные очки в этом смысле. Потому что человек, который призван к тому, чтобы баловать своих женщин, это человек щедрый. Мужчина не может быть нещедрым. И это действительно роднит мужчин с Богом, потому что Господь очень щедрый. Он щедрый и милостивый. И мужчина настоящий по мере такого правильного взросления, правильной зрелости. Он не может не быть щедрым и благодарным. И самое первое, в чем это может проявиться в жизни мальчика, например, который вдруг раскрывается как мужчина. Именно в этом жесте. Щедрости и благодарности. Благодарной щедрости. Это так красиво. Это так вдохновляюще. И это очень полезно. Полезно для здоровья вообще. Быть благодарным. Потому что благодарный видит чище, дальше и больше. Продолжение следует...